ребята сегодня выступаете в киеве это часть вашего огромнейшего тура по европе и первый вопрос связан с афишей который был была опубликована это там труба она очень похожа на чернобыльскую трубу связано ли это и ваше отношение к этой дате обязательно потому что ну так получилось что весь альбом посвящен катастрофам экологическим проблемам и чернобыль как ну это наверно прекрасный пример прекрасный пример этот тур он гораздо больше чем вас ваш предыдущий тур вы затронули тут какие-то города германии и помимо германии да там куча всего до донецка до парижа назад то есть можно ли это как как-то косвенным образом связать с последними событиями украины и возрастание обсуждаемости украины в европе тур был запланирован давно что-то событие в украине мы никак не пытались пропиарить пропиариться этим как бы способом концерты запланировали давно но ситуация украины немного повлияла на нас как финансовом плане с курсом там проблемы и все все такое с проездом тупо по территории украины немножко напрягает а так в принципе все все нормально если вы пытаетесь найти ну какие-то позитивные стороны вот сложившиеся ситуации в нашей стране и что это каким-то образом позитивно сказалось наш тур то такого абсолютно нет один негатив потому что наша там валюта упала конкретно вниз и если мы там планировали иметь какой-то запас там средств которые можем заработать на концертов украине то теперь сумма уменьшилась вдвое нам придется сейчас заработанных гонорарах украине покупать евро чтобы иметь там за что жить как бы да и сумма условно стало вдвое меньше то есть например один из один из примеров того как как негативно это влияет а каких-то там позитивных движений я лично я не заметил да и никто из нас не было их просто нет на самом деле сомневаюсь что кто-то придет на наши концерты больше из-за того что в польше например подумать о боже это та же самая группа из украины у них же там жопа полная схожу-ка я на их концерт сомневаюсь еще это настоящие украинцы о вы из донбасса может вы сепаратисты и на самом деле очень напряженная ситуация и на дорогах стало сложнее блокпосты каждый раз мы теряем время нас тормозят нас обыскают но и в таком духе ничего вы делаете чтобы хорошо играть то есть не перед концертом а постоянно на протяжении это понятное дело индивидуальные занятия ну и конечно репетируем много как получается что в разных городах живем насколько много возможно это репетируем чем больше тем лучше репетируйте ребята играйте свой материал чаще как бы стоит сказать что вообще относитесь грамотно нужно иметь грамотное отношение к занятиям к инструменту следит за инструментом уделять каждый день занятиям то есть это не обязательно вот там многие там говорят минимум я занимаюсь по 6 часов в день это на самом деле пиздеш никто не занимается по 6 часов в день может быть точно я не знаю главное заниматься регулярно главное заниматься регулярно каждый день пускай там по полчаса хотя бы хотя бы ну час я занимаюсь час в день мне этого достаточно принципе так каждый из нас еще такой вопрос он касается наверно жизни вне тура и жизни в туре в принципе в каждом городе вам готовы проставиться и постоянно ну то есть вы наверно желанны в любой компании то есть ну из тех кто слушает прогрессивную музыку и как можно как можно при этом оставаться в тонусе потому что ну все-таки этот месяц тура или сколько в этот раз будет месяц тура я сдулась уже наверное на на каком сегодня уже какую-то на втором я старею и честно сказать без отдыха без положенного тебе долго не протянуть вот результат на лицо я просто не могу связать даже два слова потому что я выключаюсь вот а ребятам удается это как-то побороть мужчины я с удовольствием добавлю на самом деле ответ на твой вопрос нельзя оставаться в тонусе не получится это невозможно но как говорит мантулин всегда нужно верить сынок ну ну сам прикинет наша программа мы у нас сколько у нас 7 концертов подряд потом выходной всем концерт ну вот у нас на весь тур 3 до и оффа и как можно оставаться в тонусе даже если ты не будешь напиваться и будешь ложиться спать в обычное время у тебя два режима ты либо делаешь концерт либо ты куда-то едешь вот например мы приехали сегодня из николаева сделали саундчек сейчас дадим интервью пойдем играть сядем в автобус и поедем во львов там сделаем саундчек может быть если повезет отдохнем потом будем играть концерт ну и потом уже будет до и офф да у нас во львове первый до и офф будет за последние семь концертов да 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 ну а вообще самое самое личное спасибо спасибо не ну да то есть хотел сказать что у нас во львове будет передов за 7 концертов и наконец-то появится возможность там элементарно постирать какие-то шмотки и там заняться такой бытовухой потому что до этого времени на это нет буквально нет как сказал дима это дорога саундчек концерт дорога саундчек концерт ну там час в клубе после концерта с фанатами там автограф сессии все прочее и так изо дня в день он принципе расписание не меняется как вам удается оставаться в тонусе увязывается ли личная жизнь такими турами то есть согласны ли ваши вторые половинки его ждать когда вы когда когда вы вырываетесь вырываетесь где-то там я свободна от второй половинки и это как нельзя вообще прекрасно да ну все короче теперь мне ничего не светит на концерте шучу на самом деле это это проблема я должен сказать откровенно что там моя девушка находясь в донецке дико за меня переживает мы скучаем друг по другу и слава богу пока мы в украине я имею возможность там там если каждый несколько часов есть звонить и общаться с ней что я буду делать когда я выйду за границу я не знаю потому что как бы ну здесь действительно тяжело но с другой стороны хорошо когда вторая половина тебя понимает и осознаю что это делает там всей твоей жизни вы все такое в общем вы меня поняли ребят тогда следующий вопрос это форма организации группы джинджер то есть если у вас менеджер продюсер и как как вы сотрудничаете между собой не в кадре сейчас нам здесь вот этот человек у нас есть директор концертный директор который очень помогает он же наш звукорежиссер звукоинженер просто классный зарыга с нами вместе в компании да это саня антошин наверно все многие его знают клуб детройт кундер бунт вообще крутой чувак нам очень круто с тобой сами он занимается всем и я вот сегодня сегодня ехал на интервью это и подумал у вас есть водитель или вы еще и меняетесь по пути вот два водителя стоял собственно рома и я который возит всю группу но при этом мы угораем нормально но по очереди то есть у нас есть график у нас есть график он примерно так выглядит я насколько я себе это потому что рома конечно другое представление в один день я я везу группу на вписку с клуба но на следующее утро рома везет в следующий город а потом наоборот примерно вот вот так вот получается все спят перри перед следующим концертом а вы еще катаете да можно не побояться этого сказать что вы наверное сейчас одна из самых успешных прогрессивных банд в украине помимо этого и можно можно ли ожидать в каком-то ближайшем будущем что вы станете коммерческим проектом то есть люди которые не занимаются ничем кроме музыки да то есть ребята вы приходите на концерт к сожалению видите то есть сказать откровенно сказать что мы ничего не на этом не зарабатываем как бы мы не можем да естественно нам нас получается что-то заработать но максимум что удается это покрыть расходы собственно то что мы вкладываем в это расходы колоссальные нам приходится там записывать альбомы клипы снимать благо у нас там есть сотрудничество с лейблом он нам помог там частично платил нам альбом скажем так но это единичный случай да то есть что касается нашей группы ну мы надеемся что когда-нибудь там в обозримом будущем нам удастся выйти на тот уровень когда мы сможем регулярно ездить туры получать деньги не только с концертов а еще там доход от мерча от продаж там в интернете и все остальное мы стремимся к этому и мы бы этого очень хотели но сказать когда конкретно это произойдет мы не можем всяком случае мы делаем все что от нас зависит чтобы на этот уровень выйти почему да кстати блин не поли нас но почему хотелось бы к этому прийти потому что мы осознаем что если бы у нас не было других занятий там какой-то там подработки работ как таковых ни у кого нет мы все подрабатываем потому что невозможно уехать на месяц потом вернуться на свое бывшее рабочее место вот мы хотели бы уделять максимум времени музыки еще больше вырасти как музыканты как композиторы естественно и тогда и материал новый будет приходить чаще то есть это такой как снежный ком он наваливается и становится все больше но для этого приходится прикладывать максимальное количество усилий примерно так ну вы рассчитываете в этом ключе больше на украинскую публику или на европейскую которая в принципе наверно более склонна там в интернете покупать треки и закачивать их не покупая диски мы рассчитываем на всю публику в целом мы стараемся не разделять наших украинских фанатов фанатов за рубежом искренне надеемся что и настоящие фанаты группа джинджер они там готовы где-то там накопить денежку и там пускай не каждый хотя бы каждый второй там возьмет и купит этот там диск сайт диск или на сайте или там закажет купит там музыку на itunes и так сказать поможет нам это надеемся свободный доступ мы выкладываем да потому что мы предоставляем для прослушивания там в к музыку бесплатно пожалуйста слушайте ну посмотрим как пойдет скажем так да естественно европейские слушатели более склонны как там поддерживать группы материально вопроса к культуре слушателя в целом она как бы сейчас разная но будем подымать совместными усилиями мы остальные группы на украине подымать в целом сцену и культуру слушателя вы рассчитываете что украинские фанаты ну как бы получается на моральность или моральность в последующем что они получаются ну они и мы в частности как как слушатели начнут начнут покупать при при свободе выбора не купить то есть я не думаю что технология шагнет так чтобы можно было вот жестко ограничить в интернете то есть давайте давайте мы уберем вообще термин покупать это в моем понимании это не есть купить тем более что и так можно достать бесплатно благодарность вам помощь нам чтобы мы записали следующий альбом как бы мы что же деньги как бы не с него берем приходится зарабатывать и как такое на пиво лилась ты покупал его в бутылках нет конечно тут вопрос том что возможно ну в основном откуда сейчас вообще нужно адаптироваться диски сейчас покупать как сувениры как ну там не знаю мерч и концерты вот в основном статья доходы группы опять же диски это уже идет это идет уже в категорию мерч потому что я не знаю я я покупаю диски на концертах групп которые мне нравятся как сувениры но мне их слушать даже не начну не сиди плеера не таки дела нас бы разбаловала какая-нибудь знаешь такая гламур там и все такое поэтому и до наркотики да да я вообще все планирую куда-то поддаться заняться сельским хозяйством потому что это невыносимо я раньше была для меня легенда какая-то попасть там во францию или в прагу а сейчас я думаю покатаемся там по городам и уже будет как-то оно такое что то но что то и вот меня уже и гони или принимать меня таким какой я есть наверное единственным плюсом от переезда куда-нибудь там банально вот сейчас чисто географически можно взять западнее то есть это киев там или какие-то еще города мы живем на востоке украины единственным плюсом от этого было то что нам ближе ехать там в ту же польшу и там венгрию выезжать в евросоюз играть там концерты потому что нам приходится из донецка как бы там из горловки да условно говоря ехать всю украину это полторы тысячи километров чтобы попасть там в польшу на концерт это немножко неудобно это единственный плюс все другого никакого нет да чисто географическая удобнее было жить где-то здесь даже в киеве но как-то тактая сказала уже мы там настолько уже привыкли и присохли там у нас 1 как на уровень на уровень музыкально музыкальный никак это не повлияет я думаю переезд на уровень на профессиональный уровень музыкальный не повлияет они как так что я не знаю плюсы тут только такие но говорите про европейский тура вы не думали вам из горловки ближе там я не знаю большой большой тур по краснодарскому краю сделать там что-нибудь или что-нибудь такое на самом деле я только оттуда вернулся там живет почти вся моя семья краснодарском крае если вы намекаете о туре по россии да нам бы хотелось бы но тут мы столкнулись просто с такой ситуации скажем откровенно когда вообще в целом эта проблема не только для в россии эта проблема с присутствует в украине мы мы очень сильно вообще как как люди очень любим понты и в россии организаторы промоутеры концертов они готовы заплатить деньги за понты а не за музыку то есть им гораздо легче заплатить за очень говеную группу скажем там из европы или там из америки только потому что у них есть тэг и все тэг там сша тэг франция а заплатить за качественную команду из снг ну извините они же как бы свои чем мы будем за совок типа платить да хотя уровень этой группы может быть гораздо выше поэтому мы пошли другим путем уже лучше покатаемся по европе а потом ты гляди пригласят и туда последнего ваш видео его нельзя встраивать то есть в принципе это такой чисто технический вопрос но он интересный на каком этапе своего развития группа можете позволить уже не встраивать видео и значит фанаты его посмотрит и не только фанаты много кто ну что тут скажешь мне вообще то есть смотри на любом этапе если человеку ну смотри чтобы снять клип видео это чертовски большая работа проделана если человеку лень лишний раз кликнуть мышкой чтобы посмотреть на мою работу то пошел он в жопу но раньше вы этого не делали раньше мы это не делали потому что просмотры звука учитывались и все и потом просто ну так произошло что наш там дебютный клип экспост из лаяр набрал такое количество просмотров когда нам принципе не то что не важно нам важно чтобы нас смотрели там из вк но просмотры звука уже не важны потому что его смотрят во всем мире там 400 тысяч просмотров он достаточно высоко стоит в рейтинге там не нужно запрещать нужно запрещать в новых видео потому что как ни крути а эти самые цифрки блин под видео они очень важны да нам они нужны к сожалению с ту же самую россию поехать нужны цифры нужны цифры на ютубе нужны люди в группе вот такой вот вот так вот по вашим словам я так понимаю что с туром по россии поехать труднее чем с туром по европе правильно понимаю мы в европе популярнее чем в россии в россии никто не знает ну а почему мы анализки в россию мы никак никаких усилий не прикладывали для того чтобы стать популярными в россии ничего для этого мы играли раз белгороде до 2 раза белгороде ну это белгород но это такое но там же рядышком совсем мы даже в москве не были хотя звали пока условия на которых нас приглашают нас не устраивает вопрос к тане хотя я на самом деле если честно не знаю кто у вас пишет тексты поэтому тексты пишут нам никто вопрос изначально планировалось писать тексты на английском чтобы ориентироваться на мировую аудиторию или это так просто получилось ну если кто знает первые первый наш вокалист был мужчина и у него были грандиознейшие планы был вокалистом мужчиной теперь он просто мужчина вот да так вот так вот так вот и у него было было в планах увести группу штаты так я понимаю да и он начал к этому стремиться писать английские текста ну а потом он улетел туда сам ну посидите пока тут подучите английский сами а я вас туда заберу потом загранки ну вот а я просто продолжаю традицию так сказать и да новом альбоме есть текст на русском это кстати для меня ново потому что на русском я не очень так скажем а может можно немножко рассказать про эту песню желаю значит получу в принципе мне на самом деле на все песни понравились из вашего альбома но такая чтобы мурашка по коже так только только на этой песне хотя бы одна история он был еще написан очень очень давно я не знаю наверное лет до текст текст лет наверное 7 назад а то и больше и изначально он планировался для моей первой команды вот но он так и не был взят туда и поэтому я его отложила до лучших времен и я тогда думала что он обязательно должен быть таким жестким и хардкорным и наконец он дождался этого часа когда его можно было бы подать на мой счет музыки мы с димоном нам таня поставила задачу написать хардкорный трек сказала хочу хардкорный трек ну и мы такие думаем на обычный кочевый хардкорный трек собрались морфина гидрохлорид 5 процентный раствор а а появился очень быстро и легко скажем если вы будете снимать клип то на какую песню вероятнее всего но если будут деньги там все дела все условия что вроде как похоже что это будет бэдводер мы не можем обещать если что если кому-то эта песня нравится не рассказывайте губу если кому-то не нравится не расстраивайтесь но пока вот мы обсуждаем между собой так скорее всего на бэдводер вам бы вам бы хотелось чтобы это было желая значит получу да заявка принята окей хорошо у меня конечно да корыстно интересно вот нашему оператору оператору да ему понравился именно бэдводер песни больше но насколько я понимаю это не стандартная песня для джинджер то есть это баллада да можно назвать и баллады не было не баллада значит такая более лирическая пози композицию ну при своей тяжести нам нужен был медляк на альбом ну как ну как медляк тухляк двухляк посыл в том что нам нужно было спокойная песня этого джинджер вот так видит спокойной песни очень если бы мы писали что-то знаешь более медленное размеренное и более лирическое вот это было бы такое так и да хотел бы ну хочется добавить что вот вопрос стандартности какой-то для для нас его в принципе нет и слушай этот альбом это понимаешь потому что там ну вот эти вот стилистические рамки они столько расширены уже и тут уже действительно сложно приписать тег группе потому что там и дез метал там игру в металл там и прогрессива много есть там элементы регги фанка какого-то и там даже ну там старый это добрый металл корщик немножко если честно все стандартность по моему уже далеко позади согласен все песни абсолютно разные то есть нельзя сказать что это стандартно gg везде поэтому хотелось бы тогда такой вопрос еще по эволюции развития группы то есть с чего вы начинали как вы переходили какие вы искали стиль и в чем все пробовали ну да изначально от джинджера остался только я ну из первого состава и все в основном зависит от химии какие люди собрались вместе химии людей ну не химии не гидрохлорида не от него тоже зависит важно конечно дело от того какие музыкальные вкусы то есть в основном бэкграунд да вот увлекся знаешь дефтанс появился такой риф потом новый альбом вышел у периферии заехал по периферии смотришь опыт уже став на игруешь какие-то там сложные вещи ну это я как гитарист сужу но в основном творческого творчество группы зависит ну от многих факторов у кого-то там кто-то например женя прокачал басовый тэппинг те кто ему хочется ставить опа такие штуки появляются постоянно появляется ну вот как-то так в общем ну а если говорить о развитии мы никогда себе не ставили так вот мы сейчас будем играть металл кор потом от час мы в дескор модно мы будем играть дескор и возможно в этом даже нам плюс мы как-то прокатываем все время по своим каким-то там знаешь на своих тях каких-то и металл в общем у нас спрашивают что вы играете какой у вас стиль металл чтобы не морочиться знаешь потому что как этих всех пост прогрессив мелодик бла-бла-бла отвратительно как-то так получается вы за широкую стилистику получается при приграбаны чем он чем они шире тем это интереснее будет слушать или нам интересно поиграть разную музычку ну как бы не только джи 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 у нас есть моментов которые просто там возникли помоганы на репетиции до там концовка хуй згона без увана как б вот это вот идея сыграть такой рага кусочек он родился буквально спонтанно можно сказать и такие моменты их достаточно много там такой вопросик вам часто приходится слышать что вас сравнивать с группой i wrestle bear once или и видели ли вы видос там где они смотрят ваш клип приходилось сравнивали смотрели смотрели видео неожиданно и очень даже приятно я думаю что ну они на самом деле так лояльненько относились к этому всему ну потому что как бы наверное не хотелось им говном поливать кого-то да но раз они сказали что хотели бы вместе дать концерт то мы можем подумать еще почему мы не играем вот так последний последний вопрос мы сидим в теньке сейчас все замерзли мы умрем мне это не критично вам ехать в тур значится нужно ли группе иметь планку то есть не выступает допустим с концертами ниже такого-то клуба по уровню организации по звуку и по всем делам ну конечно группе грубе надо иметь планку как минимум чтобы прозвучать чтобы люди ну как нормальный звук адекватный услышал что ты донес то что ты хотел донести а если все пердит гремит скрипит то что там и группа смотрится говно на сцене потому что отрыгается непонятно зачем вообще там ну надо иметь планку по-любому вопрос как устанавливать эту планку нужно многие банды молодые попадают ловушку что они выставили себе планку но допустим я не знаю допустим не меньше бингу выступать но они у них там три трека записанных дома у кого-то и как тут как тут угадать нет короче чуваки надо покататься по говну нельзя надо покататься по говну по-любому поесть землю до чуваки не получится так надо ну как бы надо прохаваться снизу у нас про постепенно все происходило постепенно все шло покатались мы поговорю конечно я в принципе хотел сказать то что собственно только что прошу прощения я хотел сказать принципе тоже самое что сказал сейчас рома действительно то есть нужно трезво оценивать где ты сейчас находишься и конечно же понимать чему ты хочешь чего ты хочешь добиться к чему ты идешь невозможно записать там как-то коряво косо не не в попад три песни и сразу же стремиться выступать на лучших площадках страны на лучших фестивалях тебя никто не возьмет собирайся собирай как говорится монатки ей езжай по всем городам играя самых зарыженных клубах там на местном аппарате с местным звукорежиссером которому посрать как ты звучишь вот прыгай выше своей головы и может быть когда-нибудь у тебя появятся фанаты тогда как бы появится уровень и ты должен соответствовать уровню на котором ты сейчас находишься скажем так мы например очень долго шли к тому чтобы у нас был свой звукорежиссер свой бэклайн да сейчас мы ездим просто со своим аппаратом и действительно это это удобнее это лучше но сразу прийти к этому и это достаточно сложно и даже наверно нецелесообразно и тогда самый последний вопрос самый последний вопрос чтобы вы посоветовали начинающим банам на чем вы прокололись жестче всего и от чего бы мы вы могли предостеречь молодые банды сначала научитесь играть потом набивать и татуровки да учитесь играть чуваки в первую очередь играть живые концерты потому что мало групп реально звучат в живую но записи вы слышите на студии по ноткам все записали барабана били вокал оттюнили но звучат чуваки до класса надо короче чуваки играть играйте играйте вместе играйте качественные концерты слава богу мы изначально как бы об этом знали как там нам удалось я не знаю избежать таких ошибок правильно делаем ну то есть каких-то глобальных ошибок которые мы совершали вы по моему заснетом есть какие-то мелочи но такого чтобы нам повезло мы нас не было какого-то опыта мы просто интуитивно приходили каким-то выводом каким-то решением это все я думаю во многом зависит от везения вот так луга луга привет